Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть Мы нищие, мы себя называем не потому, что у нас ничего нет А потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились Мы сказали, да это все ерунда, управление номер один Ты поставлен на управление Поставлен как сын, на который мы поставили печать на лбу Раздавать хлеб жизни Это сын, который не говорит, да мне козленка Сын, который раздает этих козлят Назначает урочное, служанкам Меру хлеба выделяет Мне не нужен миллион долларов, мне нужен миллион возможностей Процветание Не здесь Процветание Здесь Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца В твоем процветании Я ведь избрание Здравствуй, мой дорогой друг Если ты смотришь это видео, это означает, что все два десятка уроков курса Меч Соломона А возможно, если ты был прилежным учеником, то и многие дополнительные видео ты посмотрел Это означает, что так или иначе ты проходил какие-то квесты, которые мы задавали Выполнял какие-то задания Ну или в самом простом варианте просто просмотрел видео Мы сегодня, моя задача сегодня, моя цель сегодня совершить молитву Совершить молитву в таком формате, ну, зеркало славы Конечно, перед этим я скажу свои пожелания Тебе Высвобожу в твою жизнь эту трансляцию Преуспевания Хочу сказать, что Когда мы начали курс Меч Соломона Я сам вступил в такой период своей жизни Когда мне хотелось показывать Хотя бы какой-то минимальный пример В том, чтобы В том, чтобы каждый, глядя на меня Хотел жить такую жизнь, как я Или лучше, но хотя бы, как я Поэтому, конечно, в своей финансовой жизни я переступил новый порог Это была новая слава, и она продолжается сегодня И я очень рад, что это совпало с курсом Меч Соломона О чем я хочу сказать, что На своей собственной жизни я убедился, что все то, что мы здесь, о чем мы говорили Что мы высвобождали, о чем мы молились, что мы созерцали Какие квесты проходили Я проходил их вместе с вами Я сегодня свидетельствую на этом последнем уроке Что оно работает Поэтому, если вдруг у тебя что-то не сработало Это тебе кажется Все работает Возвращайся снова и снова В те вещи, которые ты здесь усвоил И гарантию тебе даю, что это работает Что оно принесет тебе успех Ну и я хочу сказать тебе откровенно, что лучшего курса об избрании И именно о многогранном процветании найти Ну, по крайней мере, в христианстве будет сложно Если и возможно, то этого не так много И здесь есть особое помазание, которое всегда особенное Когда ты понимаешь, что ты особенный У меня это откровение очень остро Я знаю, что я особенный Я знаю, что я избранный Я сильно в этом двигаюсь И поэтому все, что приходит мне от отца Все, что я имею в царстве отца и сына Оно все очень-очень-очень особенное Поэтому, дорогой мой друг Я хочу, чтобы ты сильно-сильно процветал Я хочу, чтобы ты сильно-сильно преуспевал Я знаю точно, что это один из видов такой славы Вот это многогранное процветание Один из видов славы Который обязательно, просто, вы знаете, как бриллиант на пальце Должен сиять у сына Потому что, помните, как написано Что достоин агнец принять богатство и славу То есть, вот, одна из его ипостасей Это богатство Конечно, религия навсегда будет тебе говорить Что апостолы, они не были богатыми Что они там, знаете, как земля и все дела на ней сгорят Всегда найдутся люди, которые будут злословить процветание Кстати, никто из этих людей никогда не откажется от денег Можете проверить Как бы они их ни костерили Как бы они там ни говорили, что это все неправильно И это все похоть, а чей похоть плоти Покажите им деньги Вы увидите в их очах все, что они говорят Поэтому не слушайте их И делайте Делайте свое дело Делайте себя процветающим И никто не сделает это, кроме вас И сегодня я это вам Покажу и помогу Ну что ли, загореться этим снова Итак, друзья мои Если бы меня попросили сказать, что самое главное вообще в курсе Я бы сказал, что я возвращаюсь к истокам Как бы я не учил там за избрание За торговлю, за какие-то вещи другие, которые мы проходили в этом курсе Тем не менее, начало-начал всегда остается Это вот такая истина Что рожденный свыше, он видит Видит зрение Знаете, можно оттачивать разное старание Там и в торговле, и в бизнесе Но и в том, и в другом случае Важнее всего это видеть Вот я вам хочу сказать, что наш самый первый курс Вообще, самый-самый первый, самый базовый Вы знаете, да, это курс созерцательной жизни И самое интересное, что обещание о курсе Меч Соломона Я дал практически сразу, как только мы начали курс созерцательной жизни Потому что пока я записывал курс созерцательной жизни У меня родилось сразу же представление о еще нескольких курсах Которые я должен записать И в принципе, к этому моменту Все те курсы, которые я тогда задумал Успешно записываю Многие уже записал, некоторые еще не записал Но уже они на подходе Вот, и поэтому, если бы меня спросили Я бы снова вернул созерцание Друзья мои, без видения Без того, чтобы видеть глазами Не будет ничего Некоторые люди, они так хотят процветать Что им трудно даже, я говорю, хотят Иронизирую, они так хотят процветать Что им даже трудно каждый день Видеть себя успешными и богатыми Об этом говорят везде Знаете, любой возьми учебник по процветанию Там все будут везде и всюду Вы прочитаете за то, что надо себя таким видеть Надо себя Ну почему же тогда все те, кто читают эти книги Смотрят эти уроки Видят эти видео Почему же они зачастую не выглядят Как преуспевающие люди Потому что они бросают это Бросают это созерцание Бросают видеть себя Сталкиваются с проблемами И проблемы, они пересиливают их решение Видеть себя такими Они снова видят себя по-прежнему Там, ну разными Бедными Или там Черная полоса Белая полоса У каждого своя философия Жизнь В своей жизни я решил Расстаться со всеми философиями Кроме одной Иисус сказал Никодиму Мы говорим О том, что видим Послушай, что ты говоришь В своей жизни Это то, что ты видишь Нету денег Знаешь, там Ну это не мое Ну я получился И как-то что-то у меня Вот вылетело Вот это в принципе то, что ты видишь На одном из своих видео я сказал такую вещь Как вы думаете, что созерцал Иисус? Если вы возьмете за принцип то, что человек живет то, как он видит Можете себе представить, что Иисус, он созерцал свою успешную, славную жизнь И это главное, что нужно созерцать Это главное, что нужно видеть Не какие-то еще раз я говорю Заоблачные дали Где там троны стоят И там ангелы поют И в дудке дудят Там все это Вы можете созерцать это Но это может не повлиять вообще на вашу жизнь Ни грамот Поэтому лучшее, что вы можете созерцать Это созерцать свою успешную, славную жизнь Как Павел писал Одному из своих учеников Говорит Смотри, чтобы тебе исполнить призвание Твое То есть смотри на свое призвание И он так строго ему говорит Смотри, чтобы тебе его исполнить Смотри То есть все время нужно смотреть на то, к чему ты призван И воплощать это Это главное Кому-то нравится изучать что-то там Где-то там непонятно в каких далях И послушаешь их откровения, друзья мои И ты понимаешь, что это очень интересно Но это непрактично Это очень интересно Ну, это знаете Как мы в детстве читали фантастику О звездах О каких-то планетах Там где-то наверху Никто туда из нас не попал Ну, так вот Будем говорить Не сел на космический корабль Не улетел А что случилось с вами? Вы потихонечку, когда повзрослели Расстались с этими фантазиями Расстались с этими мечтами Знаете, как с чем? Как с чем-то непрактичным Вот так Не хочу, чтобы для вас была Такая же картина По отношению к царству Отца и Сына Потому что царство Отца и Сына Это великая власть Здесь, на небесной земле Я не говорю здесь на небесах Я не говорю здесь на земле На небесной земле На нашем На нашей новой земле На нашем третьем небе Амин Поэтому, дорогие друзья Я хочу сказать вот что Скажи со мной вот это Зеркало славы Это очень круто Зеркало славы Это то, чему мы научили Это то, во что ты смотришься И преображаешься В своей реальной жизни По образу небесного Потому что каков небесный Таковы и небесные И мое, друзья мои Великое понимание Мы говорим о курсе меч Соломона И ставим Соломона Как тень Сына Божьего И Соломон Мы много чего смотрели Что он о себе говорил И я точно знаю Что Соломон ощущал себя Любимчиком Мы об этом упоминали Он говорил такие слова И я Нежно любимый У матери своей То есть он осознавал Он пережил И на своей жизни Сильно пережил Любовь от родителей Возможно ты не переживал Но Я имею в виду Земных родителей Обычных Но у тебя было Даже в этом курсе Сделана здесь Целая шкала Такая Чтобы ты пережил Избрание Чтобы ты пережил Что ты любимец вообще И когда речь идет За зеркало славы И преуспевания Я не устану Это повторять Самое главное Когда ты хочешь Иметь успех в жизни Самое главное Что у тебя Только может быть Вот услышь меня сейчас Мой друг Самое главное Чтобы быть успешным В жизни Это ощущать И смотреть на себя Как на Любимчика Бога Везунчика Любимчика Как хочешь это называть Иоанн Апостол Иоанн Он эксплуатировал Это зеркало славы Постоянно Он говорит Любимый ученик Он сам себя так называл Помните да Соломон говорит Я нежно любимый Иисус Вы посмотрите Он приводил Своими словами О том Какие у него отношения С отцом В бешенство Фарисеев Они просто бесились Как ты можешь так говорить А он ходил И говорил Отец Все отдал В мои руки Понимаете Как я В музыкальных Своих треках Я там кричу Отдал В мои руки Все То есть Для меня Это Иисус уже ходил Он как мажор Это говорил Он такой Знаете В моей жизни Это иногда Был крик отчаяния Я такой Он все отдал В мои руки И смотрел На свои руки В которых Ничего не было И смотрел 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 Я сказал Лучше я пускай Умру Знаете С этими словами Что все В моих руках И приду Ну как я тогда Мыслил Я думал Я приду Знаешь На небо Скажу Ну я не сдался Я верил Что все было В моих руках И я знал Что по крайней мере Там Тогда я так думал Что по крайней мере Там я в своих руках Точно что-то увижу У меня был Период жизни Представляете Друзья Много лет назад Когда я верил Что то во что Я верю здесь То я получу там Я думаю Ну я буду верить В огромные вещи Потому что я хочу Там По крайней мере Там быть с кем До тех пор Пока мне не объяснил Отец Что там Это то что происходит Здесь И говорит Настаивай Здесь Нету никакого Там Есть здесь И поэтому Если бы ты меня спросил Что самое главное Я бы сказал Зеркало Нежно любимого сына Знаешь Вот Когда ты смотришь На себя И говоришь Я любимчик Так как будто Вообще Кроме тебя Никого нет Забегая вперед Я хочу сказать Есть такой термин Помните Отдал в мои руки все Все Это значит все Но если он отдал В мои руки все Что он отдал тебе И кто то может сказать Это эгоистично Нет Если ты знаешь Что в твоих руках все Ты всегда будешь давать другим Знаете Вот как Представь Что если в твоих руках все А у других нету Что ты будешь делать Раздавать Если ты будешь думать Что в твоих руках Не все То у тебя всегда Будет возникать Искушение Еще что-то Тянуть Понимаете Поэтому Это зеркало Предполагает Что ты стоишь Один на один Как одно с отцом Один дух Одно тело И вообще Не ориентируешься На то Что кому-то Еще что-то Роздано У тебя есть все И сейчас я скажу Еще немножко Что это за все И ты поставлен Раздавать Как я кричал Хлеб жизни Амэн Итак первое Любимчик у отца Я подвожу итоги Сейчас мы будем молиться Любимчик у отца Второе Тебе дано все Друзья мои Слово все Это очень важное слово Очень важное Я уже говорил В предыдущих уроках Что все Это очень серьезно Потому что Еще раз говорю Что когда возникает Не все У тебя возникает Возникает слово Не все отдал А только что-то одно Во-первых Это позиция Слуги Которому дают урочное А во-вторых Когда у тебя не все Ты сталкиваясь С тем Что ты хочешь иметь Ты всегда будешь думать Это дано мне Или не дано Дано или не дано А когда ты знаешь Что отдал в руки все То все дано Все Вот на что осмелишься То и дано Это очень важная позиция Настаивай Что дано все Еще Как я уже сказал А что принадлежит Моему брату Он ведь тоже сын Ему принадлежит То что ты ему дашь Вот как отец Это видит И поэтому все Сыны Они любители Друг другу Что-то давать И все У него А что ему принадлежит Ну если все мое То что я ему дам Я думаю Что бы ему такое дать И всегда тебе хочется Ему что-то дать Потому что все У тебя Это супер царская позиция Супер царская позиция Поверьте Если бы мы все так жили То Как бы счастливо Мы все жили Во-вторых Если ты не будешь Думать Что все Твое Ты будешь петь Как мы говорили Козлиные молитвы И стремиться Иметь все Вместо того Чтобы знать Что у тебя есть все И запомните Человек так устроен Он же Бог Воплощение Бога Человек так устроен Никогда не смириться С тем Чтобы иметь Не все Человек поставлен Владычество Над всем И до тех пор Пока человек Не поймет Что у него есть все Он будет Стремиться к этому Во что это превращается Вы видели Из истории человечества Люди Они начинают Угывать друг друга Чтобы иметь все Но если бы человек Стоял в позиции Что у меня и так Все есть Он бы ни у кого Ничего не отнимал Наоборот бы Как мы сказали Раздавал Поэтому все Это очень важно В зеркале славы Момент Который мы тоже Сейчас будем Промаливать Видеть Кроме того Что человек Отбирает Он еще и ноет Постоянно Помните Вот этот выбор Он говорит Давай мне Нищеты И богатства Потому что Одно может Привести к тому Что я Буду надменным Второе Я могу Называть имя Бога в суету То есть Ныть Боже Боже Или Красть Вот такие Негативные Вещи Которые Связаны С тем Что ты Не понимаешь У тебя все У тебя Нищета Или богатство Как я Когда-то писал В нашем Мужском чате Я сказал Что ты не можешь Разбогатеть Ты не можешь Разбогатеть Потому что Ты уже богат У тебя все У тебя не может Стать Больше Ты можешь Только Познать Сколько У тебя И все Потому что Если ты можешь Разбогатеть Ты можешь И обеднеть Поэтому Избавься От этих Процессов И скажи У меня Просто все Я не могу Не обеднеть Не разбогатеть У меня все И навсегда Вау Скажи Это круто Итак Возвращаемся К видеть Видеть Это главное Этому принципу Был научен Авраам Я сейчас Напоминаю Вот эти Принципы Созерцания Потому что Они нам Сейчас понадобятся Авраам Он передавал По наследству Своим детям И внукам Способность Созерцать Его научил Друзья мои Подумайте Его научил сам Бог Я не буду Сейчас вдаваться В эти Напоминания Этих примеров Как он смотрел На звезды Визуализируя Своё потомство На песок Но эти вещи Показывал ему Бог Представляете Он приходил К нему Ночью И говорит Выйди из шатра Посмотри на звезды Сколько их Он говорит Не могу сосчитать Все знают Что на Ближнем Востоке Звездное небо Оно очень такое Да И он говорит Не могу сосчитать Вот столько будет У тебя потомка Представляете Учит его Визуализацию Вот столько То есть каждый раз Как он смотрел Только я слышал Один проповедник Говорит Все звезды Ему махали Как дети И пищали Каждый раз Как он выходил И смотрел На песок Каждая песчинка Кричала к нему Как ребенок Мы твои дети Ну это такой забавный пример Но тем не менее Почему я говорю Что он передал Это потомкам Потому что Спустя поколение Мы видим Что Иаков Умножает овец Рябые прутики Ложат перед их глазами Меня недавно Кто-то спросил А как ты думаешь Овцы становились рябыми Потому что Иаков смотрел На рябые прутья Либо потому что Овцы смотрели Он ложил перед ними Я говорю Понимаете Работает принцип Если бы Иаков Не смотрел На рябые прутья Он бы и овцам Их не положил Все овцы Находились под влиянием Решений И созерцания Иакова И они меняли В поколениях Свою окраску Это просто бомба Друзья мои Я хотел бы знать Вы знаете Там не написано Что ему Бог Это сказал делать Иаков Откуда ты это знаешь И он бы ответил Меня дедушка научил Авраам Авраам Знаете Я хотел бы сказать Вот задать Такой же вопрос А как вы думаете Кто смотрел на звезды Авраам Или Иаков Что он родился У него по обетованию Ну Исаак Иаков Смотрел Авраам Но как про левия Сказано Что он находясь В череслах Авраама Обдавал десятину Мелхиседеку Так и Иаков Находясь В череслах Авраама Смотрел на звезды И ему ничего не оставалось Как только родиться Исааку Иакову И всем Потомкам Поэтому Внутренний мир Вот он носил в себе Это потомство Был высвобожден Огромный народ Евреи Были высвобождены Да В этот Как народ По обетованию Потому что Авраам Согласился Применять этот метод И он его применял Много лет Смотрел на звезды Помните Он долго ждал То есть Не сразу Все это было К чему я говорю Меня спрашивали Так вот Авраам Там Столько лет ждал Так Ну это можно заждаться Авраам Во-первых Жил в Ветхом Завете Это первое Даже еще Трудно назвать Это Ветхим Заветом Он жил в те времена Когда Ну как первопроходец Был в своем вопросе А Здесь больше Соломона Здесь больше Авраама Здесь Сын Божий Представляете Авраам учился Созерцанию Учился Созерцанию А Иисус сказал Рожденный Свыше Говоря о рожденных Свыше Он говорит Мы говорим О том Что видим То есть Самый номер один Признак того Что ты рожден от Духа А ты рожден от Духа Ты должен видеть И это дано Это дано Это дано Духом То чему Авраам Учился много лет Здесь дается По факту рождения И в примере с Иакова Мы это видим Потому что Если описывается Как Авраам учился У Бога Созерцанию То Иаков Уже этим Владел с детства Представляете Даже если вы посмотрите С овцами Это явный пример А есть еще не явный Он мечтал быть Первородным Первенцем Вот это Который продал ему Иса И он закинул ему слово То есть Он его склонял Под свои Вот Под свое видение Вопроса И добился своего Поэтому К чему я говорю Друзья мои Я видел много Примеров Когда люди бросили То на что Смотрели Посмотрели Посмотрели Овцы не родились Рябыми Та ерунда Все эти байки Там На самом деле Я хочу вам сказать Что Вы видели Вот у многих Окультные Окультные практики У них вот такое Есть Символ Глаз Всевидящее око А почему Они выставляют Глаз Как символ Владычества Они что-то знают Они что-то поняли И поэтому Они рисуют Это на самых Главных зданиях Они рисуют Это на самых Влиятельных Купюрах Они Они используют То есть Они дают Понять Что мы Что-то знаем И око Это сознание Человека Созерцательная Часть сознания Которая Проницает То есть В этом Есть великая Власть Чтобы видеть Суть вещей И именно Это око Было дано Соломону Почему он Увидел Как это сделать Сегодня Когда люди Мне пишут В основном Пишут вопросы Ну как это сделать Вот Как в этой ситуации Как в этой Что они хотят Они считают Что мое сознание Видит больше Чем их сознание И поэтому Я говорю А давайте Развивать Ваше око Давайте развивать Ваше сознание Чтобы вы видели Поэтому Видеть это Номер один Почему я говорю Что Бог Учил Авраама Этим вещам Смотрите еще После встречи После некоторых событий Там они разошлись С племянником Лотом Есть такая фраза Что он возвел Значит Бог возвел Авраама На гору И сказал Все что ты видишь Я даю тебе Подумайте Над этим Это такие простые вещи Которые мы Тысячу раз Там читали Слышали В разных проповедях Но Факт А почему Каким-то другим Вспомним Он мог ему Просто на земле Объяснить Ну знаешь Вот эта земля Которая там Принадлежит Этим 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 Я тебе ее дам Он хотел Заложить Он уже тогда Заложил В Авраама Эту Ну Вот иго Легкое Знать Вот Такое Иго Видеть Это Свойство Он говорит Все что ты видишь А если Я что-то не вижу Надо пойти Посмотреть Он заставлял Его как я сказал На звезды На песок смотреть Надо пойти Посмотреть Надо обязательно Видеть То что ты хочешь Получить Он говорит Все что ты видишь Я даю тебе Озвучив Главный Закон Вселенной Привожу Еще один Пример Прямо О Боге Говорит Что Глаза Господа Посланы Во всю Землю Направлены Во всю Землю Там и посланы Направлены По разному Можно это читать Для того Чтобы Что Видеть Тех Сердца Которых Вполне Преданы Ему Это было написано В Ветхом Завете И теперь Я задаю вопрос Скажите Его взгляд Сбылся Вот он Смотрел На землю Чтобы увидеть Преданных Во всю Историю Человечества Никогда Не было Столько Преданных Богу Людей Как после Того Как Объявился Здесь Был явлен Сын Иисус Из Назарета И так Взгляд Божий На землю Вот такой И ищущий Создающий Этих Верных Он их Произвел Вот это Мы с вами Если так Говорить У Авраама Это было С потомством Да То есть Бог сам Произвел Себе Потомство Авраама Авраама Научил Я вас Практически Вот Просто Припираю К стенке Так вы Будете Смотреть Или нет Вот Вот вам С потомством Вот вам С богатством Овцы Эти То есть Рябые Прутья То есть Яков Разбогател Несказанно То есть Этот Который Дал ему Работу Он потом От злости Его убить Хотел Потому что Тот Разбогател Тот Менял Условия Крутил Вертел Он не мог Понять Как он Это Делает Яков Конечно Ему Не Сказал И Это Еще Один Признак Того Что Этот Способ Для Избранных Это Тень Будущего Люди В основном Они Будут Работать Хитрить Подсовывать Ему Жену Помните Как он Поступал С ним Дядя Лаван Ничего Не Помогло Почему Потому что У Якова Было Тайна Он Умел Видеть Так Друзья Мои Видит Так Что У него Это Работало На Его Успех Амин Итак Скажи Себе Все Что Видят Мои Глаза Да На Мне А Мне Да На Все Значит Что Нам Нужно Делать Как Написано Что Дух Он Нам Показывает Что Нам Принадлежит То Есть Как Показывает Дух Видение Образы Учат Созерцанию Учат Воображению То Есть Видеть Всесторонне Любым Способом Кто Спрашивает Какой Самый Лучший Для Меня Самый Лучший Созерцание Это Потому Что То Что Можно Видеть Своим Решением Посмотрите Кто Не Смотрел Обязательно Курс Изерцательной Жизни Чтобы Научиться Этим Прекрасным Вещам И Я Советую Всем Кто Хочет Многогранно Процветать Ваш Разум Он Должен Око Это Сознание Оно Должно Научиться Как Авраам Учился Научиться Видеть То В чем Вы Хотите Жить Это Настолько Сильно Работает Что Об этом Снимают Фильмы Показывают Уже Ну Просто Даже Самые Неверующие Люди Хотя Таких Людей Даже Трудно Неверующими Назвать Сегодня Это То Что Принадлежит Первенцам И В многогранном Процветании Это Тем Более Работает Мы Видели Такие Свидетельства И В нашем Служении То Есть Когда Люди Они Начинают Это Делать И У Них Получалось У Многих И Получается Амин Амин Итак И Последнее То Что Я Хочу Сказать Очень Важно Когда Вы Созерцаете Себя В Этой Ипостаси Процветающей Очень Важно Чтобы Как я Учил Об этом Вы Переживали Состояние Прибыли Все Знают Это Состояние Состояние Прибыли Это Это То Чему Принципе Учить Не Надо Каждый Когда Получал Какие-то Доходы Финансы Деньги Ну Хоть Какие-то Переживал Состояние Хоть Какой-то Вот Этой Частичной Может Быть Ну Радости От Прихода Это Такой Финансовый Приход Это Он Рождает Ощущение Внутри И Это Ощущение Его Оказывается Можно В себе Родить Решением Своей Воли Просто Я буду Как Созерцать Себя В этом Качестве И Чувствовать Себя В состоянии Прибыли И Это Очень важно Это Состояние Называется Предвкушением То есть Вкушать То Что Еще Предстоит Вкушать То Что Еще Предстоит Предвкушение Постоянно Надо Жить В этом Состоянии И По своей Жизни Я вам Хочу Сказать Что Для меня Например Вызвать В себе Предвкушение Сейчас Намного Легче Чем Раньше Потому Что Ну Я понимаю Ваш вопрос И Трудность В том Что Ну Как Предвкушать То Чего Нет Особенно Когда Сейчас Тяжело Созерцание Это Ответ Надо Смотреть В это До Чувств До Чувств Прибыли Предвкушения Что Это Дает Сразу Это Лишает Тебя Чувства Алчности Ты Не Голодный То 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 Перестаешь Быть Голодным По Деньгам Голодным По Доходам Голодным По Всем Этим Вещам И Деньги Как Написано Они Как От Глупца Тебя Не Улетают То 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 Когда Помните Написано Голодному Все Горькое Сладкое Тебе Будет Казаться Привлекательным Это 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 Ты Будешь Все Рим Ошибаться Куда Не Туда Вкладывать Лезть Во Что Не То Почему Потому Что Ты Голоден И Написано Что Если Ты Видишь Пищу Властелина То И Ты Голоден Постав Преграду В Гортань Не Будь Голодным Просто Скажи Я Всегда Будет Правильное Решение Ясное Созерцание Ясная Голова Это Очень Важный Совет Мои Друзья И Последнее Это Что Я хочу Сказать Это Важно Понимать Себя Премудростью Божией Потому Что Она Рассуждает Вот Таким Образом Премудрость Вот Она Как Рассуждает Внимание Она Говорит О себе Я Премудрость И Она Горит В Правой Руке У меня Долгоденствие Помните Это Зеркало Славы В Левой Руке У меня Богатство И Слава Что Это В Корне Означает Премудрость Это Не Тогда Когда У Тебя Богатство И Слава Премудрость Это Когда В Правой Руке У Тебя Вечная Жизнь И Богатство И Слава По Замыслу Отца Принадлежат Тем Кто Понял Вечную Жизнь Как Как Только Ты Понял Люди Иногда Религия Думает Что Если Ты Понял Вечную Жизнь То Тебе Уже Богатство Не Надо И Все Ты Уже Вечно Там Живешь Умрешь И Нет Смотрите Как Премудрость Она Говорит Вот Правая Рука Долгоденствие Это Вечная Жизнь Богатство И Слава В Левой Руке Она По Сути Дело Говорят Транслирует Такую мысль Если Ты Понял Вечную Жизнь А Это Главное Следующее Чем Ты Должен Заниматься Это Успехом Славой И Богатством Потому Что От Этого Правления Здесь Они Где-то Там То Премудрость Она Еще Раз Говорю Транслирует Истину Ты Должен Так Думать Если У Меня Вечная Жизнь Значит Ничего Не Может Мешать Моему Успеху И Преуспеванию Вот Что Такое Настоящая Премудрость И Мы Видим Это В Жизни Иисуса То Есть Видим Что О Нем Говорится Достоин Он Премудрость Божия Он Достоин Принять Богатство И Славу Как Только Ты Занимаешь Эту Позицию Все У меня Вечная Жизнь Теперь Меня Ничто Не Может Остановить От Успеха И Процветания Вот Это Называется Премудрость То Еще Раз Говорю Если Ты Понял Вечную Жизнь Займись Преуспеванием А Не Так Как Религия Что Понял Вечную Жизнь Это Значит Уже Ничем Не Занимайся Готовься К смерти И Вот Этот Момент Я Не Имею Но Обладаю Это Тоже Связано С Созерцанием Помните Я Целое Учение Я Немножко Подвожу Итог Вообще Вот Курса Меч Соломона Прежде чем Мы Сейчас Будем Молиться И Причастие У нас Мы Говорили Что Лучше Обладать А не Иметь Не Стремиться Но Есть Момент И Другой Когда У тебя Еще Нету Вот В руках Ты Прямо Не Чувствуешь Ну Там Не Видишь Каких То Цифр Денег Самое Лучшее Это Иметь Обладание Это Как Раз Таки В Созерцании Если у тебя Ну Нету Или Мало Вот По факту Да Ты Не Видишь Этого Обладание Это Как Раз Таки Войти Созерцательно В Имение То Есть Обладать Знать Что К тебе Принадлежит Знать Чувствовать Эти Состояния За Которые Я Сейчас Говорил Я Удивляюсь Что Когда Люди У Которых Вот Смотрите В чем Парадокс Люди У которых Нету Они Бегут Быстрее Куда-то Себя Отдать Чтобы Заработать Хоть Немного Часто Люди Которые Сидят Без Работы Месяцами И Ну Я Чему Горю Имеют Время Если Бо Они Посвящали Свою Жизнь Вот Этому Созерцанию У Них Бо Прояснились Мозги Настолько Чтобы Они Стали Видеть Вот Эти Сокровища Скрытые Во Мраке Миллионы Возможности Понимаете Избавились Бо От Этого Голода Внутреннего То Есть Чему Ты Посвящать Свободное Время И Даже Несвободное С целью Процветания Это Его Надо Посвящать Вот Этому Созерцанию Созерцанию Обладания Скажите У Авраама Были Дети Не Было Детей Но Чем Он Занимался Овладеванием Через Созерцание У Авраама Была Своя Земля Не Было Своей Земли Странники Пришелец Бог Ему Говорит Все Что Ты Видишь Я Даю Тебе Это Означает Что Он Занимался Завладеванием Своем Созерцании И Это Лучшее Занятие Которое Принесло Аврааму Поколение Наследие Миллиарды Денег Уважение Как Князя Божьего Они Не Понимали Как Можно Не И Своей Земли Так Процветать Заступничество Бога Потому Что Когда Ты Знаешь Что Ты Любимчик Избранник Друг Бога Как Это Было У Авраама У Соломона Ну Просто Соломона Бог Успокоил От Войны Войны Не Было Любимчик Сын Давида Одноименный Царь Как Мы Говорили Авраам Он Другом Своим Считал Называл И Ну Защищал То То Он Один Мог Взять Собрать Там Несколько Пару Сотен Своих Бойцов Там И Ну Не Бойцов Даже А Родственников Догнать И Победить Армию То Есть Авраам Это Был Вообще Очень Крутой Мужик И Созерцание Его Сделало Таким Созерцание Бог Его Научил Прежде Всего Созерцание Чтоб Тот Видел Огромное Преуспевание Огромное Наследие И Хочу В заключение И мы уже Начинаем Молиться Хочу Тебе Сказать Мой Дорогой Друг Что На самом Деле Созерцать Преуспевание Финансовое Это Самое Простое Потому Что Даже Когда Речь Идет О Созерцании Мистических Вещей Каких-то Ну Вот Заоблачных Вещей Ты Даже Иногда Думаешь Я не знаю Как они Выглядят Как мне Созерцать Понимаете Авраам Прекрасно Знал Как выглядят Дети Как выглядят Сыны Видимо У него Было Представление Каким Он Хочет Видеть Сына Авраам Прекрасно Увидел Как выглядит Земля То есть Он Ее Увидел Это Все Было Ощутимо И Поэтому Созерцать Вещи Которые Ты Видел В своей Жизни Видел Чье-то Процветание Видел Даже В своем Воображении Как бы Ты хотел Чтобы У тебя Было Это Самое Простое Легко Знаете Мое Откровение Легко Вот Легко Друзья Мои Самое Легкое Как бы Это Странно Не Звучало Это То Что Мир Преподносит Самым Тяжелым Мир Говорит Самое Тяжелое Это Деньги Деньги Тут Надо Работать Тут Надо Там Это На самом Деле Легко Просто Из-за Твоего Достоинства Достоин Принять Почему Потому что Он И так Все Имеет Потому что Он Видит Говорит Об этом Ощущает Себя Любимчиком Не на Словах А на Самом Деле То Для Него Это Легко То Что Еще Расберю Мир Считает Самым Тяжелым На Самом Деле В глазах Бога Является Самым Легким Ты Говоришь Разбогатеть Это Тяжелее Всего А Оказывается Разбогатеть Это Легче Всего И Кто Бо Нас Этому Научил Конечно Религия Отбивала Желания Они Говорили Нам Что Сама Такая Мысль Она Уже Крамольная И Поэтому Что Делали Они С тобой Они Тебя Лишали Созерцания Говорит Не Мечтайте О Себе Не Мечтай Разбогатеть Не Преуспевай То есть Все Это Сгорит Понимаете А На самом Деле Замысел Их Запрета В том Чтобы Ты Не Смотрел В ту Сторону Но Если Ты Смотрел В ту Сторону Что Могло Быть За Эти Годы С тобой Поэтому Сегодня Снимая Как Написано Открытым Лицом Как В зеркале Взираем Мы На Славу Божью Которая Включает В себя Богатство Одна Из Теней Сына Божьего Невероятное Процветание Мы Будем Смотреть На Это Скажи Я Буду Смотреть На Это И Когда Ты Будешь Смотреть На Это Мой Друг Главное Тебе Не Потерять Это Из Вида Я Не знаю Сколько Раз Выходил Смотреть Авраам На Звезды На Песок Но Есть Один Момент Который Я Видел В методе Который Применял Иаков Он Ложил Каждый Раз Когда Скот Зачинал Помните Да Он Каждый Раз Когда Приводил На На Водопоиск Кот Зачинал Он Ложил Перед Их Глазами Эти Прутья То Есть В Нужные Моменты В Нужные Моменты И С Периодичностью То Брал И Ложил Авраам Авраам Тоже Я Полагаю Что Ночью У него Было Для Созерцания Звезды Днем Был Песок Никаких Проблем Созерцанием У него Не Было Никаких Проблем Поэтому Не Теряй Из Виду Я Б Советовал То Что Советуют Иногда Даже Обычные Коучи Какие Финансовые Иметь Картину Своей Жизни Обязательно Иметь Картину И Картину Не Картину Такую Реальную Не Фантазировать Себя Сидящим Среди Слитков Золота Может Кому Это И Надо Большинству Это Не Для Чего Реальную Жизнь Вкушай Достаток Как Ты Даешь У Тебя Нет Проблем Разговаривать С важными Людьми И Так Далее И Это Надо Видеть Иногда Нужно Писать Какую Суму Помните Как бы Боковым Зрением Написал Хочу 300 тысяч Евро Например В этом Году Поднять Мне Это Нравится Мысль Что Можно За год 300 тысяч Евро Сделать Хорошее И Одним Этим Предвкушением Ты Родишь В себе Идеи Родишь В себе Новое Зрение Смотри На Это 300 тысяч Это Вот Это Ну Например Кто-то Там 50 тысяч Что-то Миллион И У Тебя Будет Постоянная Сила Приобретать У тебя Будет Постоянная Сила Видеть Сокровища Возможности Там Где Никто Их Не Видит Поэтому Мое Последнее Заключительное Слово В курсе Меч Соломона Оно О созерцании Мой Друг Оно О созерцании Потому Что Это Самый Мощный Самый Могущественный Инструмент Вообще На Все На Владычество Как я Сказал Сам Бог Он Говорит Что Куда Направлены Верные Наполнили Землю Преданные Сердцем Наполнили Землю Почему Потому Что Глаза Божьи Глаза Отца Они Смотрели На Землю Именно Таким Образом Итак Мои Друзья Я Беру Причастие И мы Уже Подходим К тому Чтобы Молиться Я Хочу Сейчас Чтобы Вы На самом Друзья Мои Не Выключали Урок Потому Что Мы Здесь Ради Молитвы Вот Причастие Когда Я Говорил Я Чувствовал Что Состояние Прибыли Состояние Достатка Состояние Такого Уверенного Процветания Конечно У меня Все Будет Отлично Я Не Буду Жить В Кредитах Долгах Каких То Рассрочках У Меня Достаточно Чтобы Платить По Считам У Меня Достаточно Чтобы Покупать Хорошую Одежду Покупать Хорошую Еду Содержать Детей Платить Им За Обучение Вот Такие Вещи И Больше Самое Главное Что Я В Состоянии Давать Наконец Пропадет Чувство Чувство Которого Не Должно Быть Что Когда Ты Даешь Как Будто Ты Что Отнял От Себя И Потерял Чувство Прибыли Царское Чувство Даяния Это Мощно И Поэтому Сейчас Когда Мы Будем Молиться Я Хочу Чтобы Ты Уже Начал Созерцать Ты Прошел Этот Курс Что Ты Видел О чем Ты Думал Какие Планы Что Попробовал Что Тебя Влечет Я Хочу Чтобы Ты Прямо Сейчас Уже Начал Представлять Картину Своего Преуспевания В той Полноте В которой Ты Готов Ее Увидеть Вот Это Все Что Ты Увидишь Я Даю Тебе Слава Бога Все Что Ты Увидишь Я Даю Тебе Вы Знаете Аврам В этот Момент Не Сорвался С места Чтобы Увидеть Как Можно Больше Знаете Почему Потому Что Он Дал Вот Этот Принцип Он Такой Если Я Вижу Сейчас Он Вы Услышите Это Откровение Друзья Мои Авраам Понял В этот Момент Что Если Мне Принадлежит Все Что Я Сейчас Вижу То Когда Я Дойду До Горизонта Я Увижу Больше Это Снова Будет То Он Это Принцип Сына Зачем Бежать Смотреть На Большее Увидь То Что Сейчас Перед Глазами Твоими То Горизонт Событий Что Называется Который Ты Можешь Сейчас Увидеть Если У тебя Никогда Не Было Миллиона Тебе Не Надо Созерцать Миллиарды Почему Потому Что Когда У тебя Настанет Миллион Твое Видение Расширится Дальше Оно Тебя Не Ограничат Потому Что Все Что Ты Увидишь Дам Тебе Усвой Этот Принцип И Тебе Не Надо Растягивать Мозги Чтобы Видеть Много Если У тебя Служение И У тебя Никогда Не Увидишь Этот Горизон Тогда Когда Будут Десятки Тысяч И Это Будет Для Тебя Очень Легко И Сейчас Когда Мы Будем Созерцать Я Хочу Чтобы Ты Видел Вот Достаток И Избыток И Изобилие На Том Уровне На Котором Ты Сейчас Видишь Это Можешь Видеть И Верить В Это Искренне Верить В Это Что Это Реально Моя Жизнь Как Я Приводил Пример Один Мой Знакомый Футболист Он Сидел Смотрел Телек Смотрел На Футбол И Говорит Ну Вот Это Игра В Которую Я Могу Играть А Он Не Был В Классной Команде В Которую Телевизор Смотрел Он Говорит Понимаешь Он Жаловался Мне Представляешь Что Такое Когда Продюсера Нету Ну Или Как Там Агента Своего Нормального Говорит Я Могу Играть Вот Я Даже Игра Не Хуже Меня Некому Продвигать Это Мой Футбол Это То Во Что Я Хочу Играть Я Думаю Да Сколько Певцов Которые Поют Лучше Чем Те Кто Сейчас На Сцене Но Их Некому Продвинуть Сколько Всяких Талантов Которые Просто Умирают И остаются В земле Потому Что Их Некому Продвинуть Понимаете И ты Сейчас Должен Посмотреть На Это На Как На Твой Футбол На Тот Уровень В Который Ты Реально Можешь Играть И Сказать А Меня Есть Кому Продвинуть Я Любимчик Друг Мой Я предлагаю Тебе Сейчас Закрыть Глаза Помазание Уже На Твоем Разуме Я Высвободил Его В избытке В достатке Чувствуй Себя Как Премудрость Божья В одной Руке У тебя Вечная Жизнь И Этого Никто Не Может Отнять Ты Есть Эта Вечная Жизнь Скажи Я Себе Я Познал Вечную Жизнь А Значит Сейчас Я Буду Транслировать Богатство И Славу Самое Время Можешь Поднять Свою Левую Руку В которой Как Написано Богатство И Слава И Сказать Самое Время Я Вить Богатство И Славу Потому Что Я Вечная Жизнь Я Знаю Вечную Жизнь Мне Некуда Спешить И Незачем Медлить Богатство И Слава В Моей Левой Руке И Моя Премудрость Божья Когда Ты Говоришь О себе Что Ты Премудрость Божья Мой Друг Тебе Надо Сильно Верить В Свои Мозги Премудрость Это Это Связано С Мышлением Поэтому Когда Ты Говоришь В Моей Руке Богатство И Слава Я Премудрость Божья Положи Руку На Свою Голову И Скажи Я Верю В Тебя Голова Ты Приведешь Меня В Познание Того Сколько Есть У Меня И Как Много Всего Ты Хорошо Соображаешь Ты Все Видишь Ты Око Чистое Скажи На Свою Голову Ты Око Чистое Ты Чистое Око Которое Видит И Владычествует Я Хочу Чтоб Ты Увидел Сейчас Как Вместо Твоего Мозга Даже Прям Вот Так Это Смотри Один Такой Большой Глаз Пусть Тебя Это Не Пугает Именно О Сознании Написано Что Если Око Твое Чисто Сознание То И Все Тело То Все Физическое Вокруг Тебя Чисто Будешь Видеть Славно Этим Оком То И Все Будет У Тебя Славно В Жизнь И Скажи Своему Оку Ты Око Чистое Теперь Просто Обратись К Отцу С этим Оком И Скажи Отец Я Принимаю Сво Око Это чистый Чудный Свет В котором Ты Призвал Меня Жить Я Принимаю Это Сознание Твой Чудный Чистый Свет Который Помогает Мне Видеть Богатство И Славу В своей Жизни Халли Теперь Увидь Себя Порталом Большой Дверью Еще Раз Я Говорю Увидь Себя Большой Дверью Порталом Центральным Входом Местом Контакта Видимого И Невидимого И Скажи Эти Слова Через Меня Течет Сила Приобретения Сила Приобретать Богатство Ангелы Сходят По моему Дерзновению В мою Жизнь Ангелы Приобретения Ангелы Преломления Ангелы Преумножения Те Ангелы Обитающие Во мне Как в Облаке Выходят Как Жнецы На Жатву Которой Господином Являюсь Я И Я Говорю Жатва Моя Все Моя Я Только Раздаю Отец Все Мое Все Твое Мое Возведи Очи на Отца Скажи Отец Все Твое Мое И Все Мое Твое В этом Единство И полнота Полнота Божества А еще Раз Посмотри На себя Как На Дверь То Что Мы Сейчас Делаем Это Жизненно Важно Мой Друг Мы Проходим Эту Одну Ипостась За Другой Чтобы Ты Понимал Каков Ты Небесный Посмотри На себя Как На Дверь И Скажи Сила Приобретать Богатство Течет Через Меня Ангелы Сходят И Восходят Дерзновение Расширяет Мою Внутренность И У Меня И Сила Не Только Приобретать У Меня И Сила Обогащать Апостол Павел Сказал Мы Нищи Но Многих Обогащаем И У Тебя Есть Сила Обогащать Даже Тогда Когда Тебе Можно Сказать Что Ты Нищий У Тебя Есть Сила Обогащать Всех Вокруг И Себя В том Числе Это Специальное Помазание Сила Обогащать Это Власть Умножать Финансы Умножать Достаток Умножать Даяние Это Твоя Власть В Любом Состоянии Из Любого Состояния Сила Обогащать Это Специальное Помазание На Разуме Скажи Себе Я Силен Давать Такие Советы Которые Могут Принести Басно Словные Деньги Людям Я Силен Давать Такие Советы Которые Будут Умножать Жилища У Людей Как Соломону Приходили За Советом За 3-9 Земель Но Здесь Покажи На Себя Больше Соломона Больше Соломона Вам Хорошо В этом Созерцание Друзья Мои Когда Ты Имеешь Это Обладание Ты Не Цепляешься Ни За Что Тебя Трудно Спровоцировать На Какие Неправильные Поступки Даже Если Я Не Имею Но Я Обладаю Абрама Не Было Детей Но Он Обладал Наследием И В итоге И Имел Потом Поэтому Когда У Тебя Нету Скажи Себе Когда У Меня Нету Я Все Равно Обладаю Всем Это Потрясающе Мой Друг Подумай Увидь Сейчас Даже Когда Мне Кажется Что У Меня Нету Я Все Равно Обладаю Всем Всем Это Значит Всем Всем Это Значит Всем Я Знаю Что Многим Из Вас Эта Молитва Еще Понадобится Когда Вы Будете Переживать Какие Колебания Включайте Просто И Теките В Этом Запишите Себе Эти Слова Запишите Себе Эти Слова Я Обладаю Всем У Меня Есть Все И Теперь Представ Перед Своими Глазами Как Это Дел Авраам Тот Достаток В Котором Ты Хочешь Жить И Я Хочу Сейчас Друзья Мои Сделать Практическое Вливание Наделение Тебя Тем Достатком Который Ты Хочешь Иметь Я Хочу Чтоб Сейчас В твоем Сознании Возникли Даже Суммы Которыми Ты Хочешь Оперировать Реальные Суммы Не Какие Придуманные В Которые Ты Сам Не Веришь Кому Ты Сейчас Нужно Увидеть Там 3000 Долларов Евро В Месяц Для Начала Это Не Конец Это Лишь То Что Ты Видишь Сейчас Как Авраам Вот Посмотри Что Видят Твои Глаза Тысячи Но Это Не Предел Потому Что За Горизонтом Будет Еще Кому То Надо Увидеть 100 Тысяч В Год Кому То Надо Увидеть Еще Больше Если У Тебя Все Есть Ты Никогда Не Будешь Кидаться На Деньги То Если Сейчас У Тебя Есть Это Чувство Что Все И Так Твое Вы Высвободи Из Твоего Из Твоих Запасов Из Твоих Владений Ту Сумму Которая Тебе Сейчас Реально Нужна И В Которую Ты Веришь Это Сработает Отец Готов И Не Только Пускай Это Измеряется В Суммах Я Хочу Чтоб Ты Увидел Сейчас Свое Жилище Обставленное Нормальной Мебелью Которая Тебе Кажется Нормальной Нормальной Увидеть Своих Детей Внуков Обеспеченными Это Важно Потому Что Мир Уже Навязал Тебе Свой Образ И Я Хочу Чтоб Он Разбился На Самом Деле Так Жить Можно И Легко Ты Готов Я Сейчас Говорю Тебе Как Бог Говорил Авраам Посмотри На Звезды И Я Говорю Тебе Посмотри На Эту Картину Посмотри Мы С тобой Уже Профессионалы В Созерцании Просто Асы Я Научил Тебя Я Научился Сам Я Увидел Как Это Работает Это У Меня Работает И У Тебя Это Работает Ты Видишь Сейчас То Как Ты Готов Жить Твое Сердце Начало Биться Быстрее От Ликования Что Это Так Доступно Твои Глаза Видят В Божий У Которая Есть Вечная Жизнь Управляющая Всеми Этими Славными Богатствами Вау Ты Увидел Это Ты Увидел Это Теперь Возьми Руками Своё Видение Вот Так Сделаем Это Упражнение Преломления Возьми Руками Преломи Его Потому Что Все Умножается В Твоих Руках И Высвободи Покажи В Эту Картину Сейчас Просто Перстом Своим И скажи Будет Так Как Я Хочу Я Вижу Будет Так Как Я Хочу И Секрет Дорогие В том Чтобы Быть В Этой Картине Сделать Ее Приоритетной Чтобы То Что Видят Твои Там Физические Глаза Не Сбивало Тебя Трансляции Мирские Вавилонские Не Сбивали Тебя Ты Знал Что Даже Если Земля Будет Сухая Помните Как Тоже Это Были Дети Авраама Которые Шли Им Говорили Сей Сухой Земле Они Сеяли Как Вы Думаете Почему Выросла Там Сухой Земле Потому Что Они Так Видели Все Смотрели На Засуху Они Смотрели На Славу Этой Земли Вот Так Оно Работает Поэтому Независимо От Обстоятельств Независимо От Экономики Страны Это Сработает Я Тебе Говорю В засухе Экономики Страны Было Очень Плохо Но У кого-то Было Все Хорошо Амэн 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 Я Говорю Тебе Мой Друг Это О Тебе Небесном Поэтому Бери Со мной Причастие У нас С Тобой Такая Искренняя Открытая Беседа Я Рассказывал Тайны Которыми Я Сам Живу И Мы Подводили Этот Знаете Как будто Итог У нас Сегодня Такой Как Выпускной Вечер Мы Сегодня Говорим По душам Я Сегодня Сказал Самое Главное Из всего Курса Если Ты Запомнишь Только Это Ты Уже Будешь Просветать У Тебя Есть Тайна Всевидящее Око Всевидящее Око Но Мое Око Не Все Еще Видит Оно Увидит Все Что Ты Пожелаешь Поэтому Оно И Всевидящее Всевидящее Сознание Всемогущего Сына Божьего Твое Ты Вспомнил Кто Ты Получая Откровения О своей Ипостаси О своих Возможностях Ты Просто Вспоминаешь То Что У тебя Было Всегда От Вечности Бери И Принимай Это Скажи Это Обо Мне Я Говорю Сегодня В твою Жизнь Пока Ты Принимаешь Причастие Ты Видишь Сокровища Скрытые Во мраке Ты Видишь Возможности Там Где Их Не Видит Никто Ты Веришь В Свои Мозги Ты Веришь В Своё Сознание Потому Что Оно Названо Премудростью Ты Знаешь Точно Что Ты Освоил Вечную Жизнь И Поэтому Сейчас Время Заниматься Славой И Богатством Преуспеванием Которое Будет Как Знамение Я Говорю В твою Жизнь Ты Не Просто Богат Ты Не Просто Богат Ты Знамение Богатства Ты Знамение Того Как Можно Процветать Ты Знамение Я В своей Жизни Стал Таким Знамением Для Своего Окружения Потому Что Они Знали В какой Жизни Я Жил У меня Ничего Не Бало Я И По сей День Считаю Что Я Нищий Потому Что Знаю Насколько Больше И Много Есть У Тебя Есть Сила Приобретать И У Тебя Есть Сила Обладать У Тебя Есть Сила Обогащать У Тебя Есть Сила Взять Через Созерцание Все Что Ты Пожелаешь Потому Что Рожденный Свыше Говорит Что Видит И Слова Его Сбываются Вот Такой Урок Дорогие Друзья Я Поздравляю Вас С Окончанием Курса А Если Честно Поздравляю Вас С началом Практического Курса Меч Соломона Идите Возьмите Меч И Возьмите Своё Потому Что Это Все Ваше И Этот Меч Это Не Война Этот Меч Ненасилие Этот Меч Премудрость Божья Действующая Радикально Зная Что Ты Любимчик Бога Поздравляю Тебя Любимчик Бога До Встречи В наших Эфирах В наших Других Курсах И Я Хочу Слышать Ваши Свидетельства От Этого Курса От Конкретно Этого Урока Потому Что Пока Ты Меня Слушал Я Знаю Что У Некоторых Появятся Финансы Возможности На Карточках Как Всегда Это Случается Я Вас Очень Сильно Люблю Если Вы Хотите Поблагодарить Нас За Этот Курс Вы Можете Всегда Сделать Свои Даяния Мы Будем Всегда Очень Признательны Рады И Всегда Благословляем Каждый 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 Такой Момент Когда Совершается Даяние До Встречи Дорогие Мы Вас Любим Пока Мы Нищи И Многих Обогащаем Это Наша Власть Мы Нищи Мы Себя Назваем Не Потому Что У Нас Ничего Нет А Потому Что Мы Сделали Дистанцию Мы Отрешились Мы Сказали Да Это Все Ерунда Управление Номер Один Ты Поставлен На Управление Поставлен Как Сын На Который Мы Поставили Печать На Лбу Раздавать Хлеб Жизни Это Сын Который Не Говорит Да Мне Козленка Сын Который Раздает Этих Козлят Назначает Урочное Служанкам Меру Хлеба Выделяет Мне Не Нужен Миллион Долларов Мне Нужен Миллион Возможностей Процветание Здесь Здесь Процветание Здесь Я хочу Чтобы ты Знал Единственная Цель Отца В твоем Процветании Я Вить Избрание Спасибо за субтитры